Приветствую вас, Раиса. Давайте разберём ваш вопрос. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, ну, человек, в принципе, вернуться, конечно, может, безусловно, может вернуться, но если вы ничего не измените в своём поведении, в своей модели общения, то вполне вероятно, что даже если человек вернётся, то всё равно он, а потом ему захочется опять уйти, потому что те основания, которые у него были для ухода, они, ну, они сохранились, по факту, они никуда не ушли, не ушли, к сожалению. Вот, потому что если оно, в принципе, было бы хорошо и здорово, если бы, ну, если бы, если бы это было так, то что-то изменилось бы, ну, нет, как бы, к сожалению, вот, пока что, ну, ничего не меняется. И, соответственно, если молодой человек вернётся к вам, допустим, то, конечно, вам нужно будет что-то менять вне вообще, ну, всякого сомнения, вне, ну, вне какого-либо сопротивления, да, вот, и вне вашего отношения к этому. Потому что если этого не сделать, вот, то, ну, с таким же успехом мужчина может к вам не возвращаться, как мне кажется, по крайней мере. Вот, потому что, ну, а что, по сути, изменится тогда? Да. Вот. На мой взгляд, ничего не изменит. Вот. Так что, здесь, что-то такая, его поведение, которое, ну, продвигают сейчас, это, по-видимому, значит, поведение человека, который пытается защититься, защититься от, ну, от вас, да, защититься, вот, через к вам, вот, и попытка выставить какие-то границы. Обращаю ваше внимание на то, что вы, вот, эм, сами, вы, вы сами, пишите о том, что вы его заупрекали. Вот, вы, ну, вы так, по крайней мере, эм, пишите. Эм, если вы, условно говоря, эм, понимаете, что вы заупрекали человека, то, тем более, странно, эм, видеть эм, в вашем эм, тексте вопрос по поводу того, что вернется он или нет. Потому что, если он вернется, эм, вряд ли вы пытаетесь его упрекать. Ну, это все заупрекает. что вряд ли. Ну вот, и сарветсвина. Эм, то сквыриния. Мой опытный работа лэнджи. Эм, то сквыриния. В моей практике я могу сказать, что эффективнее всего это вам определить для себя вот некоторые основания для того, чтобы человек упрекаться. То есть вот вы его упрекаете, да, вот вопрос, как бы здесь, а он про то, да, вот как вы сами относитесь, условно говоря, к тому, что человек упрекает то есть вот, с третьими нормальными или по близнему статистому человек, там, ну не знаю, должен меняться вот, в соответствии с тем, что вы хотите. Вот. То есть, ну, тут вот такая, наверное, большая история, как мне кажется. Вот. И если ничего предстояние дело, да, если ничего, если остается все как есть, вот, то я боюсь, да, что вот обычно есть некоторые шансы, то есть какие-то шансы, ну, вернуть партнера, потому что это произошло впервые и, как бы, нет еще какой-то вот такой системы, да. Вот. Ну, если это произойдет второй, а то и третий раз, то здесь уже, конечно, можно будет говорить о том, что с каждым разом возвращаться будет сложнее, причем физически, чисто физически, чисто физически человек может быть с вами по-прежнему, вот, но на самом деле, по факту он может быть совсем далеко от вас. И это нужно учитывать обязательно. Ну, если, 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 если вы вот хотите Свои отношения, но к сожалению, опять же, я допустим не знаю ни одни здоровые отношения, у которых люди бы друг другу упрекали. То есть вот это вот, к сожалению, такой может быть не очень приятный для Вас факт. Вот, ну вы можете, в принципе, на меня это не отказываться ни от чего в своей жизни, но тогда нужно понимать, что мужчина, возможно, не захочет вот, чтобы эта ситуация просто повторяла. Вот. Ещё я бы сказал, что у брюки и какая-то единичная история, вот, ну по типу того, что я описал, это не единственное. То есть это никогда не бывает совсем-то единственное, сюда несколько вариантов, это несколько факторов. И в данном случае ситуация совершенно такая же в плане того, что факторов несколько, только о других факторов вы не знаете. Но вы можете узнать, если побеседуете со специалистом и разберётесь в том, что произошло. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо.